Жизнь в силе воскресения. Жизнь не как момент какой-то, а как продолжительное время, продолжающиеся события, которые не прекращаются. Это жизнь, это бесконечное, потому что Бог бесконечен. Иисус бесконечная жизнь. Поэтому празднуя все праздники, я лишь напоминаю себе об этом. Я не праздную в один момент, поэтому я вам уже говорил, мне так нравится, когда прошлое воскресенье, Пасха, одни празднуют, это воскресенье, Пасха, другие празднуют. Но я отношусь к третьей категории, которая празднует круглый год. Каждое воскресенье, каждый понедельник, каждую субботу я праздную его смерть и воскресенье. Почему это важно? Потому что я вижу праздник в физическом мире, который, скажем, какое-то событие, которое происходило в еврейском народе. И Бог говорит, сделай вот это, вот это, там сложи камни, а там еще. А зачем? А если дети твои спросят, а что тут делают эти камни? Вот ты скажи в напоминание поколению, чтобы они не забыли, это Бог вот это и вот это сделал. Они такие, а, хорошо. То есть это как напоминание. И мы привыкли с вами, живя в физическом мире, двигаться определенными праздниками. Праздник Рождества, праздник там воскресенья Христова, да, праздник еще какой-то, еще, еще, еще. И это какие-то дни. И мы привыкли, в этот день мы празднуем. На самом деле, мы как духовные личности, мы должны быть в состоянии праздника. Поймите правильно, именно твое духовное состояние, оно определяет тебя в духовном мире, а не то, что ты сделал в этот день. Я сегодня рано утром проснулся, смотрю в окно, а там с корзиночками идут и празднуют. Я понимаю, это они делают только в одно прекрасное утро один раз в год. Но это не состояние. Я вам сегодня говорю о состоянии, потому что мы с вами, как духовные личности, живем в состоянии. Поэтому, если Иисус однажды физически в теле, умер на кресте, это было событие единожды, да. И единожды написано к евреям, посланникам евреям, что он свою кровь вознес в освятилище, чтобы навсегда сделать святыми освящаемых. Да, и в духовном мире освящение святых постоянно. Аминь. То есть, смотрите, если мы физически будем опять ждать определенное событие, нам нужно, чтобы еще раз Иисус пришел, еще раз это сделал. Но Он не будет второй раз делать то, что уже совершил. Это действие совершенно. Оно завершено. И в духовном мире оно существует, оно есть, оно вечно. И теперь мы, как духовные личности, входим в состояние завершенной работы, то, что Он сделал, отождествляя себя с Ним. Каждый раз, когда мы о чем-то думаем, мы себя отождествляем с этим. Это духовное действие. И Кремлянам, 8 глава, 11 стих, я прочитаю в современном переводе. И так как Дух, воскресивший Иисуса Христа из мертвых, живет в вас. И это действие постоянное. Аминь. Это не входит и выходит. Он постоянно живет в вас. Заметьте. Физически мы можем войти в помещение, выйти. Но в духовном мире состояние пребывания Духа Святого в нас, оно вечно. Оно вечно. И мы приняли Духа Святого, да? И Дух Святой сегодня живет, написано, в вас. То, воскресивший Иисуса из мертвых, дарует жизнь вашим смертным телам через Духа, живущего в вас. То есть Дух Святой живет в нас. И это действие постоянное. И раз это действие постоянное, значит действие постоянное производит жизнь постоянную в наши тела, потому что Дух Святой живет в нас. Теперь смотрите, интересный момент, что мы иногда просим исцеления для определенной части тела, которая заболела. И получив исцеление, мы получаем момент, как бы, да? Чудотворение, момент. Исцеление, момент. Болела, не болит. Но состояние Духа Святого в нас и откровение о том, что Дух Святой тот же самый, который воскресил Иисуса Христа из мертвых, значит сила воскресения Иисуса Христа сегодня пребывает в нас. А значит, мы можем не позволять какой-то заразе прикасаться к нам. Смотрите, это не просто исцеление момента. Это жизнь в исцелении, когда грех к тебе не прикасается. Почему? Потому что семя Отца пребывает в нас, потому мы не грешим. Послание Иоанна. Болезнь не прикасается к тебе. Почему? Потому что сила воскресения пребывает в тебе. И если мы осознаем это откровение и растворимся в нем, и начнем себя отождествлять, начнем себя видеть в этом, не в каком-то одном моменте, а в постоянном действии. Просыпайся, Дух Святой во мне, сила воскресения во мне, ложись спать, Дух Святой во мне, сила воскресения во мне, жизнь во мне. Именно жизнь, его написано, дает, дарует жизнь нашим смертным телам. Да, они смертные, Бог определил, что каждый должен родиться один раз и умереть. И это тело, которое должно преобразиться в итоге, в конце концов, да, преобразиться. Но в момент жизни на земле нашего тела, он написано, дарует жизнь с помощью Духа Святого, живущего в нас. Именно Дух Святой в нас дарует жизнь. И это процесс, который, знаете, это процесс откровения, потому что нужно не просто мозгами увидеть написанное слово, но раствориться в этом слове. Знаете, как Павел писал Филипписам 3.3.10, чтобы познать его и силу воскресения его. Это познание. Это не просто услышал информацию, ты знаешь информацию, знаю информацию. Дух Святой в тебе, в тебе. Это еще не все. Это только начало. Это называется, тебе дверь открыта. Как дверь спасения для всех открыта. Знаете, перед тем, как я покаялся, я уже знал, что есть Иисус Христос. Перед тем, как я вошел в дверь спасения, я знал, что Бог есть. Дверь спасения открыта. Так же самое и жизнь во Христе, жизнь в силе воскресения. Это откровение, которое Павел увидел. О, это есть. Но Он познавал, чтобы войти в эту дверь открытую и жить в силе воскресения. Он говорит, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Поэтому, чтобы войти в жизнь, нужно, оказывается, войти вначале в смерть, сообразоваться. В другом переводе написано, как уподобляясь Ему, сообразоваться. То есть, как Он, так и Я. То есть, как Он, где Он, там и Я. Мы неразрывны. Поэтому, когда сила Креста действует, сила Креста, она действует не только тогда, когда Иисус понес грех на Кресте, но тогда, когда ты во Христе вместе с Ним. Смотрите, Римлянам 6 глава, с 5 я прочитаю. «Ибо если мы соединены с Ним, подобием смерти Его, то должны быть и соединены подобием воскресения». Соединены. Соединение. Хочешь жизнь в силе воскресения? Соединение вначале в силе Креста. Павел все отбросил. Всякие знания, всякие фарисейские знания он отбросил о Боге. Говорит, я хочу лишь говорить о Кресте Иисуса Христа. Вот мое послание о Кресте. Потому что люди ищут силу, люди ищут знамения, но о Кресте забывают. И Павел поправляет, говорит, да, дары хорошо, это классно, это круто, но я хочу говорить о силе Креста. И здесь, говорит, уподобится смерти Его, и мы соединены с Ним, подобием смерти Его, чтобы быть и соединенными вместе с воскресением Его. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Вместе с Ним мы умерли, и вместе с Ним, то есть в Нем, мы живем. Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти. Так же само, как над Христом смерть не имеет власти, так же само над Христовыми, кто во Христе, смерть не имеет власти. Тьма не имеет власти. Почему? Потому что один раз Он умер на Христе за грехи всех. Точно так же и мы в Нем, мы в Нем. Знаете, у юристов есть такой закон, что нельзя наказать за одно и то же преступление дважды. Нельзя наказать дважды за одно и то же преступление. Так же само Иисус. Дважды не понесет на себе грех всего мира. Если мы себя отождествим с Ним, значит этот процесс запущен. Если же мы отождествились с силой воскресения Его, значит и этот процесс запущен. Один без другого не идет. Зная, что Христос воскрес, но без мертвых, да, Он не умирает и смерть над Ним не имеет власти. Ибо то, что Он умер, Он умер однажды для греха. А что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Не отдельно. Только во Христе считай себя. Почитай себя. В другом переводе, а также одиннадцатый стих написано, так же и вы смотрите на себя. Увидь себя. Взгляни на себя. Взгляни на себя мертвым для греха. Однажды ты умер для греха, значит, ты мертвый для греха. Смерть и грех уже не имеет власти над мертвым. Мертвые не грешат. Или грешат. Кто-то видел мертвого согрешающего? Напился, пошел блудить. Никто не видел. И я не видел. Почему? Потому что мертвые не грешат. Смотрите, Иисус, как агнец Божий, был заклан за нас. Прообраз был в Ветхом Завете. Взяли ягненка. Кровью помазали косяки дверей. И ангел-губитель, ангел смерти прошел мимо. Почему? Потому что здесь уже кто-то умер. Кровь свидетельствовала о том, что здесь в этом доме смерть побывала. В лице того ягненка. Если Иисус, как агнец Божий, за нас умирает, взяв наши грехи и болезни, значит, смерть и грех и болезнь уже побывали. Здесь не нужно, знаете, постучался симптом какой-то открывать. Здесь не нужно разговаривать. Здесь не нужно диалоги вести. А надолго ты, а как тебя лечить, а еще что-то. Здесь конкретно Иисус тот, кто взял на себя. Вот один диалог. Поэтому наша задача перенаправлять. Не спорить, не воевать, перенаправлять во Христе, во Христе. Все, во Христе, я во Христе умер, я во Христе и ожил. Во Христе я прошел смерть Христа, сообразуя смерть Его, я прошел смерть Христа. Мне не нужно дополнительно делать то, что Иисус сделал, потому что Он сделал, и я в Нем это сделал. Когда ты сделал? Две тысячи лет назад в Нем. В Нем, аминь, я в Нем сделал. Когда ты воскрес для новой жизни? В Нем тогда же, когда пришли и посмотрели, а Его нет во гробе. Иисус говорит, а что вы тут ищете живого среди мертвых? Я воскрес. В этот момент и я воскрес. В этот момент и ты воскрес. В этот момент. Этот момент произошел уже, поэтому этот момент растягивается в твоей жизни на протяжении всего твоего бытия, существования. Все. Ты уже в моменте вечности, в моменте умирания и в моменте жизни. Аминь. Ты в этом моменте, Иисус поместил тебя в себя и ты уже не просто в физическом моменте. Мне сказали о празднике, о, какой сегодня праздник, воскресенье. О, слава Богу, Христос воскрес, воистину воскрес. Нет, не просто в этом физическом, а ты в состоянии, состоянии жизни, состоянии воскресения, состоянии пребывания в нем, сообразуясь в нем, в нем, в нем. Аллилуйя. 1 Коринфянам 15-22. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. И вот мы воскресли, и вот мы живем. И жизнь Божья теперь не просто у Иисуса, везет Иисусу, Он воскрес. Жизнь воскресшего Христа, она действует сегодня в нас. Если мы в это верим, если мы в это входим, если мы в этом живем, значит и жизнь Его живет в нас силою Его. Тот же Дух Святой, воскресивший Иисуса Христа из мертвых, сегодня находится в каждом из нас. Спасибо, Иисус. Иисус. Иисус.